Аничков дворец Аничков дворец. Один из старейших и красивейших дворцов Невского проспекта в Петербурге. Так прочитает в пути водители турист и, кинув беглый взгляд, побежит дальше. Но мало найдется петербуржцев, которые, проходя мимо, не вспомнят, что здесь самое волшебное в городе место. Место, где любой ребенок может исполнить свою самую заветную мечту – стать космонавтом, балериной или инженером. Здесь уже 75 лет находится Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных. Такого в Ленинграде еще не было. В одном месте были собраны сотни кружков, секций и клубов. Говорят, что директора ленинградских заводов, побывав во дворце, восклицали – у нас на предприятии нет таких станков, какие есть в Ленинградском дворце пионеров. Попасть на открытие дворца 12 февраля 1937 года мечтали все ленинградские дети. Но пригласили только 100 самых талантливых. Вот, кстати, один из них. Матан Михайлович Штейнварк спросил меня, естественно, как ребенка. Ну, скажи, вот ты здесь пришел к нам на это торжество, на поднятие флага дворца. А где бы ты сам хотел у нас заниматься? И вот тут непонятно почему, но мой внутренний голос подсказал – в шахматном клубе. Хотя в тот момент тяга к футболу у меня была больше, чем к шахматам. Шахматная секция и сегодня не хуже той, в которую пришел юный Марк Тайманов. Здесь и сейчас воспитывают новых Викторов Корчных, Борисов Спасских и Александров Халифманов. Кстати, все они тоже выпускники дворца. Где же контрольный пункт? И где я? Вопросы, которые никогда не поставят в тупик выпускников секции спортивного ориентирования и спортивного туризма. Первые всегда найдут выход даже из безвыходного леса. А вторые и палатку разобьют, и костер разведут, и песню споют. Но об этом позже. А пока отправимся дальше, в отдел техники. Здесь настоящие сборочные цеха и судостроительные верфи. В отделе техники каждый год собирают несколько сотен кораблей, самолетов и ракет. Причем не просто собирают, но и отправляют в небо. Кстати, по сложности начинки, маленькие модели ничуть не уступают большим собратьям. А управлять маленьким автомобилем не проще болида Формулы-1. А кто-то предпочитает тишину. И по цветам красного фонаря превращает обычную с виду бумагу в настоящее произведение искусства. Волшебство? Вот и выпускники так считают. Но вот идти в фотокружок не только потому, что учили снимать. Потому что, наверное, был круг людей, общение. Что-то нас объединяло. Что нам было интересно. Поэтому тянуло туда. Никто не заставлял ни палками, ни чем. Мы бежали сами туда. Потому что это была другая совершенно жизнь, отличная от школы. Какая-то появлялась самостоятельность. Кружков во дворце и было, и есть настолько много, что просто разбегаются глаза. И часто ребенок, пришедший записаться в один кружок, например, хореографический, не может удержаться и записывается еще в один. Или в два, или в три, или в четыре. Значит, я записалась в кружок французского языка. Потом в кружок ботанический. И потом в кружок по чтению. Но эта детская идиллия была прервана войной. В июне 41-го года дворец был закрыт. А через несколько дней здесь был открыт госпиталь. Дворец хранит память о том времени. И каждый год, 27 января, зажигает поминальные свечи. Но даже во время войны дворцовцы не прекращали творить. Вот ансамбль имени Исаака Дунаевского. Кстати, тоже преподавателя дворца. Он наследник знаменитого ансамбля Аркадия Обранта, который в годы войны гастролировал по госпиталям и фронтам. Сегодня в его состав входят и хор, и симфонический оркестр, и студия художественного слова, и хореографический класс, и вокальная студия, которая дала путевку в жизнь ни одной звезде сцены. В семье мне было так вот очень тепло. И то же самое я испытывала вот в Дворце пионеров, когда я приходила, как домой, как родные стены. Настолько я просто счастлива всегда была. Каждое мгновение, проведенное в Дворце пионеров. А вот и соседи ансамбля, уникальные струнные и духовые оркестры. Оркестр баянистов и театр «Куколки». Старейший в городе кукольный театр, где и актеры, и реквизиторы – дети. 23 мая 1943 года – день второго рождения Дворца творчества юных. В нем возрождается отдел спорта, куда устремляются сотни ленинградских, а позже – петербургских детей. Хотя не всегда они бегут сами, часто во дворец их отправляют уставшие от шалости и энергии своего чада родители. Вот, кстати, один из таких шалопаев. Дворец – это фонтан, который сеет доброе, вечное среди детей, как ленинградцев, как это было, так и петербуржцев в настоящее время. Мы очень благодарны этому дворцу, этому коллективу и тем людям, которые с нами занимались. Пример Алексея Мишина не единичен. Из школы Олимпийского резерва номер один вышло 300 мастеров спорта, чемпионы России, Европы и мира, призеры и чемпионы Олимпийских игр. Сегодня в составе с Дюсшор номер один пять основных направлений. Особой славой пользуются секции фехтования и бокса. Вот, кстати, кадры с ежегодного международного турнира памяти знаменитого воспитанника дворца, Олимпийского чемпиона Геннадия Шаткова. И, конечно, особая гордость – отдел мотоспорта, который, как показывает история, выпускает не только мотоциклистов. Цель жизни человека – это творчество. Так вот, этот дом, он, по-моему, сейчас так и называется – дом творчества. И те, кто туда ходят, те, значит, не будут зря жить, потому что творчество – это цель жизни. Сразу после войны во дворце открываются несколько, как мы бы сейчас сказали, брендовых кружков. Зайдем в один из них – в литературный клуб «Дерзание». Только ведите себя тихо. Мы оттуда стали интеллигентными людьми, оттуда. Не только кто-то из нас стал поэтом, кто-то не стал, но мы все стали интеллигентными. Именно тогда. Дворец всегда шел в ногу со временем. Театрально-художественный отдел – лучший тому пример. Здесь знаменитый театр юношеского творчества, первый в стране театр, где детей профессионально учат актерскому мастерству. Студия неклассического танца «Метаморфозы» и музыкально-эстрадный театр-студия «Розыгрыш». Но театр без собственной сцены – это нонсенс, поэтому еще в 1980-х годах на территории Аничковой усадьбы был построен роскошный театрально-концертный зал «Карнавал». Дворец – это не только кружки, секции, концерты и соревнования. Это и удивительная атмосфера – общение между ребятами и преподавателями, которые заняты одним любимым делом. Не верите? Тогда поезжайте в легендарный «Северный Артек» – дворцовский лагерь «Зеркальный». Он и в 60-х был настоящей меккой для пионеров, а после недавней реконструкции и вовсе стал воистину детским клондайком. Друзья, не забывайте, что мы – оркестр, оркестр. Не забывай, что ты – это я. А вот и еще один брендовый кружок – знаменитый клуб космонавтики имени Титова. Но развитие дворца не заканчивается в 60-х. В 2007 году на Крестовском острове открывают новое здание эколого-биологического центра, в котором ребята не просто ухаживают и наблюдают за животными растениями, но и ведут научную работу. Мы не стоим на месте, чтобы какие-то новые тенденции появлялись, чтобы заинтересовать детей еще больше, чтобы предложить им что-то интересное. Система очень-очень мобильная и очень заинтересованная в своей работе. Поскольку исполнилось 75 лет, я бы хотела ему пожелать, чтобы он оставался точно таким же, его не изменяли. Если бы я мог пожелать дворцу что-нибудь на день рождения, то я бы пожелал ему модернизации, счастья, успехов. И чтобы он расцветал и в нем появлялось больше хороших преподавателей. Я люблю свой дворец, потому что в нем занимается очень много хороших людей, которые могут мне помочь. Этот дворец меня научил быть петербуржцем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова